В Петербурге борется за жизнь медведицы Сени. Ее история настолько чудовищна, что никого не оставляет равнодушной. Медведи долго держали в невыносимых условиях. Над животным издевались. Каким-то чудом она выжила и попала в реабилитационный центр для диких зверей. Сейчас там думают, как вылечить Сеню. Волонтеры центра ежедневно выхаживают и буквально возвращают с того света всех, кто пострадал от человеческой жестокости. Наталья Сулюкина, спасительная отзывчивость. Пришел на коттеджный поселок, выгнал гастарбайтеров из вагончика, поселился и три дня жил в вагончике, пока хозяин строящегося коттеджа не приехал. Так, четыре года назад Александр Федоров познакомился с Потапычем. Медведя почти сразу определили к нему в центр для диких животных. На тот момент, впрочем, как и сейчас, заповедник работал на общественных началах. За животными ухаживали неравнодушные волонтеры. Так, а мы живем в основном на помощи людей. Да, Потап? Пока помощников хватает, несмотря на то, что раненые животные в центр поступают буквально каждый день. На данный момент здесь живут лошади, рыси, медведи, лисы и десяток разновидностей семейства пернатых. А совсем недавно сюда привезли медведя-карлика. Во-первых, это полный инвалид. У нее история такая обыденная. Убили мать, остался медвежонок. Охотоведом деть некуда. Они отправили ее на притравочную станцию. Питание неправильное. Света. Ее в баню посадили. И она там маленькая сидела. Сеня, так здесь назвали медведицу, стала инвалидом из-за преступной небрежности людей. Сначала ее хотели отправить в Карелию, в дикие леса. Но выяснилось, что у животного рахит. А значит, в естественной среде медвежонок просто не выживет. К сожалению, будет жить недолго. А животные, такие инвалиды, в таком состоянии долго не живут. Ну, по крайней мере, пока живет, нужно сделать, чтобы было все нормально у нее. Чтобы продлить жизнь двухлетней медведицы, Сеню решили показать специалистам. Для этого ее снова сажают в клетку. Совсем ненадолго. Но животные не понимают, что теперь это делают не ради издевательства. Успокойся, успокойся. Мы назад приедем. Не увлечить. В больнице маленькую медведицу принимают вне очереди. Есть подозрения, что кроме рахита у Сени абсцесс горла. Возможно, понадобится операция. Чтобы определить последствия человеческой жестокости, Сеню привезли в ветеринарную клинику. И только после тщательного обследования врач сможет точно сказать, выдержит ли большое сердце маленького медведя хирургическое вмешательство. Обследовать медведя ветеринарам удается практически без труда. Сеня не первый дикий зверь, которого сюда привозит Александр Федоров. Диагноз абсцесс врачи подтверждают. И настаивают на проведении операции под наркозом. У нас для этого есть специальный человек, который называется анестезиолог. У которого есть одна единственная задача. Это сохранение жизни пациента во время операции. И если анестезиолог говорит, что операцию необходимо не делать, либо прекратить, мы, соответственно, слушаемся в этой ситуации анестезиолога. Теперь жизнь Сени полностью зависит от профессионализма докторов. Им предстоит сложнейшая операция. Ведь в свои неполных два года медведица выглядит как месячный детеныш. Из-за этого могут возникнуть трудности при выведении животного из анестезии. Однако сотрудники центра надеются, что маленькая медведица успешно оправится от наркоза и еще хотя бы несколько лет проживет в их заповеднике.